Величина прожиточного минимума, наполняемость республиканской казны, влияние пандемии на экономику. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на заседании правительства Чувашии. Продукты, непродовольственные товары, услуги, стоимость этого и определяют величину продовольственной корзины. По сравнению с прошлогодними данными, прожиточный минимум снизился до 9188 рублей. Но в соответствии с недавно принятым по инициативе временно исполняющего обязанности главы Чувашии, региональным законом при снижении расчетной величины прожиточного минимума, его размер установят на уровне предыдущего квартала. Поэтому корзина останется прежней. По социально-демографическим группам населения, эта величина за первый квартал составила для трудоспособного населения 9 746 рублей, для пенсионеров 7 500 рублей, для детей 9 254 рубля. Расходы в составе этой величины увеличились по статье продукты питания и уменьшились по статьям непродовольственных товаров, услуг и обязательных платежей и сборов. С начала года, по данным Министерства финансов, консолидированный бюджет региона по доходам исполнен почти на 15 миллиардов рублей, по расходам на 11 миллиардов 870 миллионов рублей. В целом доходность превышает 2,5%. Мы находимся на четвертом месте с темпом роста 108,6% по консолидированному бюджету. В основном этот темп сложился за счет темпа роста по налогу на прибыль. У нас темп роста составил 113%, мы занимаем второе место по субъектам Приворского федерального округа. В целом сложился уже по первому кварталу по субъектам ПФУ отрицательный. Несколько мы, чуть ниже наш темп по налогу на доходы физических лиц 104,4% при среднем, по ПФУ 107% и по акцизам мы также неплохо выглядим. Восьмое место. Эти средства направлены на поддержание агропромышленного комплекса региона, на реализацию нацпроектов и другие приоритетные направления. Вполне объяснимо, что финансовые результаты начала мая уже не такие радужные. Налоговые поступления снизились на 3%, но при этом объем поступлений из федерального центра увеличился на 31%, а это более 8 миллиардов рублей. В условиях пандемии экономические показатели вряд ли будут расти. Поэтому, подчеркнула Олег Николаев, надо объективно расставлять приоритеты. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.